приветствую всех любителей вышивки с вами оксана дереза и сегодня у меня видео о готовой работе от фирмы производителя lavender and lace это не набор я сразу предупреждаю мне казалось честно говоря ждут уже девочки давай давай скорее дело отчета готовой работе ждем видео но первое мне надо было несколько отдохнуть от нее перевести дух второе я просто не знала что про нее говорить потому что мне казалось уже говорено оговорено показано перепоказано тысячу раз вышито 100 тысяч 500 раз наверно вышито и людьми на ю тубе тоже раз 10 уже наверно вышивали если не не знаю может быть меньше может больше и мне казалось что все уже знаете как этой любви любви не говори они все сказано да вот ну что говорить уже о нем все сказано об этом ангеле любви но как оказалось были есть вопросы мне в личку стали писать вопросы сразу говорю что я вышивала по скачанной схеме о чем не знаю жалела не жалела сначала пожалела потом не пожалела потом объясню сейчас почему ну во всяком случае я было мне с чем сравнить я вышивала по оригинальной схеме миробили вышивала вот по скачанной ангел любви поняла что я люблю оригиналы мне на них комфортнее удобнее вот так неказисто выглядит картинка раз с интернета скачано распечатано никакой красоты вы здесь даже и не увидите и конечно я вам обязательно поближе сейчас покажу эту юбку и будут фотографии обязательно и в конце наверно видео попытаюсь какие-то фотографии вставить и ищу в соц сетях почему пожалела не пожалела я схема работала я ее склеивала она мелкая вот вот показываю вам сразу вот ангел любви дизайн мэрилин левит лавендер энд лейс бренд и вот это ключ по сути в ключе есть не то что ошибки я не знаю может раньше то это довольно старый же дизайн может быть раньше так нужно было делать я не знаю но в ключе указано все по одному и моточки не так и бисер по одной коробочке позже я увидела что у мерлин уже указывала количество бисеринок для бисера здесь пока ничего нет и в общем схема для меня оказалась мелкая я ее раскрашивала сначала выкрасила весь металлик потом бисер потом начала уже раскрашивать цветные ниточки так далее так далее и таким образом душевала и я склеивала я люблю склеивать поэтому я все это дело склеивала потому что ну скан понятное дело над ним листом не идет сама оригинальная схема она идет одним листом и это такой плотный лист бумаги поэтому скорее всего тоже такого желтоватого цвета как и у норы корбит вот но я судя по ангелу утра да я могу судить как выглядит эта схема я не знаю какая из них первая была схема разработана ну вот я видел что уже у ангела утра какие-то символы были на черном красном выделены и ангел нет или ангел-хранитель тоже не изда мужчина такой ангел мужской образ извините тоже там выделено красным кое-что может быть это было специально сделано для того чтобы было полегче вышивать я не знаю это моя первая схема мерлин сказать что вышивать ее было скажу сразу и легко и и сложно одновременно но первая трудность я столкнулась тем что я не умею шивать без разметки хорошо я ее разметил вторая сложность была то что действительно рисунок геометричный то есть если вы будете посмотрите вот сам плащ крылья рукава лицо тут ничего сложного нет самое сложное действительно вот эта часть юбки но она рисунок здесь геометричный он с одной стороны он не сложный с другой стороны там даже есть одиночки относительно да то есть что потому что там где-то в квадратах идет такой переход цвета допустим от голубого к нежно-кнежно голубому такому и там три цвета и и встречаются одиночки такое тоже есть давайте еще попробую поближе приблизить эту работу нет уже будет так не видно в общем здесь материал практически все по ключу кроме металлика золотого сейчас объясню почему я просто его не нашла было оказывается он продается он есть я его в свое время не нашла купил другой но уже просто не стала покупать в третий раз потому что сначала купила просто матки а потом диамонт этот или даймонд вот уже и уже третий который вот сама идет по ключу нужный такой широкий моток я уже покупать не стал бы думал обойдусь и так уже золото она и в африке золото не знаю каким легче сложнее вышивается отдельная история конечно про этот металлик ткань по ключу цвет амбер это пермин цвет амбер я его свое время искала и я была свое время купила видеть его шелковой нити вот сколько снизу осталось и вот сколько вот тут кусочек 50 на 60 мне девочки говорили что должно хватить и то есть в одноклассниках но сейчас сейчас я бы купила бы 50 на 70 потому что несмотря на то что осталось мне хочется воздуха побольше мне кажется сверху мало воздуха еще хотя бы сантиметров 5 ну понятно что вот не 50 на 60 надо было 50 на 70 брать уже но не было не было я это сейчас он стал смотрю везде появляться снова а тогда в тот год я его обыскалась и не могла нигде найти вот такой вот нестандартного размера 50 на 60 кусочек я приобрела мне очень нравится эта основа по ключу я вообще просто восторге она сюда подходит идеально если у норы я не всегда согласна с цветом основы то смерлин практически всегда согласна мне кажется лучше чем она я не смогла бы подобрать основу сама я видела на разных основах так как и кто-то придумывал самый кто-то не мог просто найти цвет амбер вот этот вот замечательный великолепный от пермин так что прошивали на других там на более бредных тканях и так далее вот этот цвет подходит сюда просто идеально просто шикарно я не знаю один в один вот десяточку просто попадания и так технически давайте технически данный расскажу об организации что там говорить сейчас расскажу когда вот почему спасибо вам всем за поддержку еще раз спасибо моей вышивальной совести юлечки сайкины который меня вот просто пнула да с этой работой она вот просто позвонила мне и она там занималась своими делами и со мной разговаривала во время разговора спрашивала ты вышиваешь ты вышиваешь ты не болтаешь просто ты вышиваешь и я вышивала вот знаете вы знаете у меня ступор какой-то случился вот когда у меня осталось вышить где-то столичка юбки я случился ступор просто это юбка мне в последний момент показалось бесконечной уже ну отчасти это верно юбка большая бесконечно но с другой стороны это тоже еще мои какие-то внутренние комплексы наверное внутренние какие-то проблемы что я проблемы с финишами так называемыми вот поэтому то что она мне пока на мне как будто пнула и дальше все и все все поехала и вот уже когда у меня оставалось вот столько если подскажу покажу как я себе помогала видите мне вот такие кусочки вот схемы видите вот полностью нарезанность оригинальная бы так вряд ли поступила не знаю хотя кто знает это оксана оксана может все я видеть сначала отрезала было вот вот эту часть она мне мешала не буду когда большие куски схеме валяется я уже обратил внимание что на финише я просто кромсаю эти схемы то есть до половины работа нормально а потом начинаю просто кромсать эти схемы и вот то есть мне помогало еще что то есть мне было мало недостаточно видеть что у меня остается все меньше и меньше не зашитого пространства мне надо было отрезать откидывать вот эти кусочки схемы чтобы понимать что у меня вот осталось вот совсем чуть-чуть и это как-то меня вдохновляло то есть это меня подталкивало знаете как как на дистанции там марафонные что вот еще чуть-чуть вот еще чуть 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 и я добегу и я доделаю и будет финиш показываю еще раз вот посмотрите берлина хорошо видно что это бабочка так что спасибо еще всем вам за поддержку большое-большое на не знаю мне казалось что я доработаю за месяц лиха выше не то-то было да то есть я вышивала немного в январе феврале немного и вот потом половину апреля и вот сегодня 26 мая весьма я посвятила практически это работа но за исключением одну неделю мы выкидываем которую я не вышивала потому что на работу на которой был я устроилась которую тоже благополучно бросила я просто у меня на не позволяла вообще ничего делать вообще ничего делать не то что там вышивать ну в общем это мелочи жизни поехали дальше расскажу технические как бы данные тоже потому что меня газ спрашивали что и как сколько моточков нитков ниточек чего ушло поэтому конечно буду показывать организованы у меня были вот на таком органайзере ниточки но я вам как объясню я моточек я пасмочку отрезала и навешивала пасмочку отрезала и навешивала по сразу скажу плюсы минусы до вот этого органайзера плюсы минусы из а сама только минус агда сейчас вам покажу здесь наверно видно не видно вот здесь вот будет хорошо видно видите как будите творится вот здесь прорезано здесь прорезано вот видите когда вы так у меня же видно что творится это если вы пытаетесь подтянуть иголочкой и вот отсюда вытягивать ниточку как я люблю я люблю с органайзера вот отсюда зацеплять иголочкой за петельку и вытягивать не будете придерживать вылезет вся нитка будете придерживать прорывается вот таким образом органайзер поэтому здесь конечно вариант снять вытащить ниточку одеть другого варианта я не вижу так что не подружилась я с ниточными органайзерами надеюсь у меня гораздо лучше получится история с иголочными у меня есть иголочный так что я надеюсь с ними у меня история получится намного лучше не теряю я в горит цены одежды бисерный органайзер у меня самодельный абсолютно я не стал ничего придумывать вот такой пенал точнее что покупать придумать придумала внутри вырезала из силиконового коврика который телефоны держит в автомобилях автомобильный силиконовый коврик для мобильных телефонов и сюда приклеила и вот сюда бисер в принципе шесть цветов бисера кажется здесь вот так много шесть цветов бисера очень быстро запоминается так что довольно не сложно просто получается не переживайте так что очень удобно крепила на канву на раму просто крепила вот это дело на магниты закрывала чтоб не пылилась в конце а пока я вышивала при просто крепила на магниты и вышивала таким образом очень понравилось очень удобно моя любимая на сегодня день организация следующий момент все ниточки у меня хранились вот в такой коробочке спасибо большое ирина еще раз вам за этот шикарный подарок она такая очень стильная элегантная и одновременно гламурная да здесь вот так неказисто может быть мы потом переделаю выглядят разделителем переделаем потом на другие какие-то деревянные фанерные чем такое и ниточки ставила здесь уже и а вот эти так как не было разделители надо делать тоже все таки разделители просто у меня периодически валялись но давайте по материалам что у нас по материалам спрашивали меня по моткам ниток поэтому я я вам вот это были куплены у меня были намотаны я покупала синих по одному мотку я всех покупала по одному мотку и единственное которое я порекомендовала бы подстраховаться и купить вот это точно надо покупать два мотка потому что вот видите не хватки иначе не хватит это крылья вышивается и в юбке часть это блэнк до цвет и самый темный синий самый темный синий это 939 я подстраховалась и честно говоря просто сейчас не помню но по моему все таки у меня или около мотка или чуть больше ушло его самому больше нужно все остальные синие по одному цвету вам хватит это у меня остались просто купленные здесь я вот честно говорю не помню 939 но его больше всего уходит через покажу вам то есть он вышивается вот здесь немножко здесь 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 вот тут самые темные такие места по краю идет по контуру поэтому его бы конечно можно было подстраховаться купиться купить больше есть цвета такие которые вот включаясь обратите внимание вот здесь вот и только используется в корсете там 730 733 допустим это буквально там что-то вроде 6 крестиков 6 10 крестиков на всю работу поэтому особо он наверное и не нужен будет так что еще вот этот не помню совершенно цвет ну такой все мало все остальное очень мало вы видите что лицо руки очень мало вышивается в основном идет много ну как немного чуть побольше уходит вот таких цветов это потому что они в юбке есть голубые цвета вот такие на голубые цвета видите вот то есть их да их надо немножко больше а так вот по принципе если у вас есть какие-то остатки может их вполне хватить вы видите что у меня видите сколько еще осталось в матках уже так накидаю потому что все равно буду разбирать бисер дает сначала металлик я брала два таких мотка вышивала вот так как это есть идет в моточке вот в это в катушечке не как моточек а катушка в три нити где-то вот здесь у меня закончилась поэтому вот хорошо что была вторая сразу практически я ее тоже начала что касается восьмерки верифайн до называется она по моему 27 цвет в общем я не смогла экономно вышивать у меня моток ушел полностью и тоже где-то вот здесь тоже уже в конце начала 2 моточек я не смогла экономно вышивать хотя он не пушится особо там сильно длинную не делать и сравнение допустим с дмс вот с этой вот просто сказка им вышивать но я бы взяла 2 моточка на всякий случай дальше вот этот вот 50 метров его ну вот что это такое обессовестная извините она на психованная и и чесали сейчас купали вот такое как дождинка это 52 хайлайтер хайластер или хайлайтер как-то называется он так он выглядит как дождинка абсолютно вреднючая нитка абсолютно вреднючая нитка мне не понравилось ей выживать но эффект тоже очень хорошим но она вышивалась я вышивала ей в две нити поверх ниточки 433 который вышивала сейчас извините вот что вот она 433 который тоже вышивается в две нити когда я попробовала в одну нить мне не понравилось как это выглядит поэтому я вышивала в две нити и так она еще куда не шло как говорится но сказать что сильно-сильно умопомрачительно я бы не сказала если поближе будут стараться вам снимать вы увидите так и что касается бисер бисер я организовывала в такие упаковочки специально пришлось посмотреть свое первое видео где оказалось что я 557 купила целых четыре упаковки ну вот четвертая она как раз она осталась вот она полностью не тронутая то есть три надо а третий третью начала да но там не половина но начала третий я берите берите три обязательно потому что вот этот самый кривый бисер который только есть уже его вот если его выбраковывать может быть даже трех не хватит я не выбраковывала ну как вот я уже выбраковывал я покажу вам сейчас какие такие которые очень кривые а так он знаете он зачастую кривой но я выбраковывала вот такие уже вам не видно наверное их вот действие у меня есть когда уже там я не знаю но совсем уже узенькая или не проходила игла или совсем совсем кривая а так этот бисер он вот этот вот на нем или на нем просто хорошо сильно видно что милхилл это легенда что он ровный во всяком случае вот этот золотой 557 хотя вот 275 275 может быть за счет того что он так увидите прозрачный он у меня нареканий не вызывал может я не видела но у меня нареканий вообще никаких не вызывал действительно вот на таких извините вот на таких вот цвета то вот на таких это гораздо сильнее видно вот видно будет цвета нет вот на них конечно видно что простите тут он такой вот где-то неровненький где-то толще где-то уже поэтому есть такое дело и вот этого 0 3330 принципе я тоже брала четыре упаковки не нам три достаточно будет то есть вот три упаковки 557-го 3330 это вполне оказывается 275 было две упаковки они две ушли я посмотрела у меня все там минимум по 2 мне по 1 ничего я думала что у меня вот это было куплено одна нет это тоже по-моему две было если не ошибаюсь он меньше всего его надо но такой очень красивый бензиновый оттенок он есть синий фиолетовый зеленый такой как бы такой коричневатый красивый оттенок вот этого я рассыпала даже умудрилась на у меня все шкатулки потом соберу чуть-чуть и вот его надо по-моему я его три покупал его две всего потратила вот потому что вот у меня всего свободно вы знаете загляните в плейлист тоже с моими покупками с обзором посмотрите точно вот это по-моему три брала если не ошибаюсь не могу точно сказать вот но самый больший расход идет у золотого 275 самый больший расход и у 330 вот такую вот самый большой расход у него идёт от некоторой коробочки у меня просто уже остались видите вот так я их отрезала то что не вмещается же конечно 4 коробки вот вот эти органайзеры так ну и вот в принципе по материалам наверное все в конце уже видите схему зачеркивала особенно вот здесь здесь такая как бы шахматка идет между цветами так вот у меня крене как-то эти осталось надо намотать его видите обрезочек я вот даже я в такие обрезки ни в коем случае не выкидывала конечно еще можно выше что-то крестиков 45 да вот так что вот вот здесь вот идут такая шахматка между цветами поэтому конечно вот здесь вот я зачеркивала и значки мелкие и они эти выглядят буква с английская эти вот такие значки иди отсюда иди так что ничего такого этого как говорится удобного плащи хотя вот вот тут вот один цвет практически идет мне я боялась вышивать рукава но они очень так тоже в принципе нормально вышли слегка огромные крылья вышивали слегка общие так что смотря что смотря как ну вот наверное все я рассказал в общем-то я бы сказал что я очень счастлива тем что я эту работу вышел а что она мне есть она мне будет висеть на стене я ее поеду сейчас оформлять это так все я очень счастлива и сейчас на самом деле я когда ее вышел а я очень очень довольна осталось этим делом сейчас попробую так в руки взять попробовать так можно вот здесь видно что бисеринки неровные если честно вот здесь вот видно видите они они неровные их видно что они неровные но я уже не стал бы что я бы так их знаете сколько откалибровывала бы вообще он и так-то не дешевый вот здесь бисер ровно вообще не лег он видите он у меня даже я бы сказала так выгнулся весь видите вот здесь вот он вообще видите как он дугой пошел потому что мы здесь места мало почему я весь бисер вот вышивала какой по горизонтали какой по вертикали знаете так вот старалась что-то делать видите вот здесь допустим что все по горизонтали здесь шло вот так горизонталь вертикаль где-то по диагонали видите я показывала где-то вот видите тоже вот горизонталь вертикаль потому что если вот допустим все в одном направлении вышивала бы он вообще безбожно толкался бы а так вот здесь даже попробовала видите вот так вот сделать вот вот как бы в четыре направления так что и конечно сначала надо вышивать ниточками потом уже бисер пришивать ну хотя бы по участку я просто спускалась я вот допустим столько вышью бисером зашила перекрутила дальше поехали работа получается очень тяжелая наверное вам не покажу даже все это вот сияние мне очень хочется показать вам как она сияет сверкает с попробую еще раз увеличить может получится постараемся да вот немножко вот так вот она как сверкает давайте отсюда начнем смотреть вот она выглядит лучи вот когда вот так делаешь а ну конечно вот ну конечно мне помогает дополнительный свет хотя на улице день и когда так еще раз покажу вам и я вот сейчас обратила внимание мне бисеринка что ли здесь отпоролась это надо сейчас пилка хорошо что увидел надо срочно что-то с этим делать не знаю почему неужели утюгом потравмировала представляете вообще кошмар сочно это ремонтировать и потом уже вести вот здесь вот здесь корсеть там буквально вот все зеленые ниточки то все что здесь есть больше их нигде нет он два цвета зеленых с не ошибаюсь или три вот так выглядит юбочка по моему камера не передают потому что с такой блеск бешеный идет вообще если смотрю вне камеры вот она эта бабочка которую никто не видит почему-то потому что она не не симметрично абсолютно посмотрите какая красота вот то что я говорил вам про шахматку и и видно да здесь но потом получается зато уж просто шикарно когда близко смотришь к срочу шахматка а потом получается очень красивые волны в общем вот так я поворачивается красота конечно пытаюсь и так еще раз пробуем показать всю 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 красоту какая только тут можно так вот когда раз фокусировка оси сверкает все видите чё так вот красиво видите когда чуть-чуть расфокусировка пошла красота прям вообще блестючая очень красивая юбка тишина такая показываю вам потому что как это все блестит сверкает вот тут еще можно говорить сиркает и сверкает ну как то вот так не знаю мне даже жалко ее под стекло оформлять но в то же время мне жалко ее оформлять и без стекла потому что тут столько бисер разобьется пыль между бисеринками будет и потеряется вся вот эта красота и нет у нас музейного стекла в городе в ни у кого ни у каких багетах поэтому конечно приходится не получилось без монтажа снять нечаянно отключила вот поэтому завершающий момент говорил о том что не будет нет у нас музейного стекла очень жаль оформление есть у меня мыслях кое-что не буду открывать пока тайну так что поехала я ее оформлять поскоро вам покажу оформленную работу спасибо вам большое все кто комментировал все кто смотрели желаю вам творческих успехов берите вышивайте да я бы не сказала что сюжет слишком дешевый еще какой-то но поверьте получите от работы удовольствие даже несмотря на то что у нее очень такая большая низко бесконечная юбка но вы получите от нее бесконечное удовольствие поверьте мне вышивать местами мне казалось на этих не казалось меня просто слепит уже да вот это все сияние сверкание блестяшек и как сказала линочка леандра берлина блестяшек много не бывает еще раз для тех кто задавал вопросы я хочу сказать это не набор эта схема которая комплектуется материалами комплектовать материалы вы можете в разных магазинах кому как удобнее я все-таки рекомендую обратиться с тычинка потому что есть там практически все если несколько нет под заказ привезут и схема и материалы и все там есть и необходимое количество как мне кажется там тоже должно быть указано я за время покупала на солотен со тоже там такая функция есть да как галочки ставишь но оттуда дороже дороже потом научилась на 1 2 3 стич покупать и королева воронов покупала там но все же для меня там не самый удобный сервис и доставка для меня дорогая как из как из магазина солнцем все-таки там фунтов стерлингов все цены стоят поэтому я вот очень рада что существует такой магазин у лены спасибо ей и желаю процветания кто он не желает все-таки возиться с магазинами за границей хотя в лены переведен интерфейс пусть не все но уже часть переведена и можно легко ориентироваться снимала видео по этому поводу тем более час у нее есть уже можно ставить галочки на необходимые товары просто закидывать их в корзину нужно но кто не желает можете есть еще как минимум три магазина которых я покупала какие не покупала конечно я вам как буду рекомендовать если там ни разу не брала цены смотрите сами это и шелковая нить и димшоп и люсиль ну вроде все сказала помните только да что это не набор да вот видела что шелковой нити комплектовали набор ну я бы не могу сказать что всегда есть наличие то есть это сам продавец уже комплектует вам а в дюшопе тоже комплектуют кажется набор но там получается что-то дороговато на мой взгляд вот хоть это и так то не дешево и извините меня ну вот и все на этом поздравьте меня и спасибо вам и желаю вам творческих успехов увидимся следующем видео с вами была оксана диреса пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok